Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые члены наблюдательного и попечительского советов, друзья, рад вас приветствовать на сегодняшнем заседании. Оно впервые проходит в новом формате. Здесь собрались две очень важных для МГИМО структуры – наблюдательные и попечительские советы. Нам предстоит обменяться мнениями по актуальным проблемам развития университета, обсудить вопросы, которые касаются финансово-юридических аспектов его деятельности. Попечительский совет успешно работает на протяжении уже 10 лет, и трудно переоценить его вклад в стратегическое развитие университета, в повышении роли альма-матер в международной образовательной, экспертной среде, в налаживании продуктивного диалога между органами государственной власти, гражданским обществом, деловыми кругами и собственным МГИМО. Отмечу, в частности, что усилиями попечителей был сформирован эндаумент-фонд, который используется для реализации целевых перспективных проектов и укрепляет уверенность ВУЗа в завтрашнем дне. Сегодня его капитал достиг уже полутора миллиардов рублей. Наблюдательный совет создан в соответствии с требованиями российского законодательства в качестве составной части новой структуры управления университетом. Его первое полноформатное заседание мы провели в октябре прошлого года, и сегодня работаем в новом формате. 2015-й был для МГИМО успешным, это широко признается. Один пример. В международном рейтинге исследовательских центров мира Пенсильванского университета МГИМО занял 12-е место в мире и первое в России в классификации ведущих экспертно-аналитических центров на базе университетов. Вошел в тройку лучших исследовательских центров России после Московского центра Корнеги и ММО. Высокую оценку заслужила его научно-исследовательская деятельность в области экономики, обороны и безопасности, международного развития, управления. Все это говорит об успешном начале выполнения, принятой в прошлом году, стратегии развития МГИМО до 2020 года, ключевым элементом которой является повышение международной конкурентоспособности университета. Важнейшее событие в жизни МГИМО – учреждение филиала университета на базе кампуса, который расположен в подмосковном Одинцово. Большую роль в этом сыграл присутствующий здесь член попечительского совета, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Уверен, что создание филиала позволит МГИМО укрепить потенциал в области подготовки управленческих и экономических кадров. Рассчитываю, что руководство МГИМО вместе с правительством Московской области воспользуются имеющейся практикой и подумают над созданием аналога попечительского совета для поддержки развития уже конкретно филиала. Как обычно, была весьма и весьма насыщена международная деятельность университета. МГИМО, в частности, стал организатором нескольких крупных научных и экспертных мероприятий, в том числе глобального университетского саммита БРИКС и 9-го конвента Российской ассоциации международных исследований. Продолжена традиция регулярных встреч МГИМОвцев. Вслед за первой и второй встречами, которые состоялись в Баку и Москве, в октябре прошлого года в Ереване прошел третий международный форум выпускников. Такая работа вносит весомый вклад в расширение и укрепление сети международных контактов Ассоциации выпускников МГИМО, которые в текущем году, кстати, отмечают 25-летие со дня основания. Еще о юбилеях мы в прошлом году отпраздновали 200-летие Лазаревского института восточных языков. МГИМО унаследовал научную школу, педагогические кадры и уникальную библиотеку Московского института востоковедения, который являлся, как вы знаете, преемником Лазаревского института. Рассчитываем, что университет будет и впредь, опираясь на проверенные временем традиции, готовить для коллектива министерства высококлассных специалистов-востоковедов. Продолжение следует...